Приветствую друзья! На Авдеевском направлении наши военные подразделения, взломав оборону противника, зашли на территорию Авдеевского коксохимического завода. В данный момент идут штурмовые операции опорников противника непосредственно в самом коксохимии. По последним сообщениям, под контроль наших военных перешла уже половина промышленной зоны завода. По сути, только что наши бравые штурмовики в ходе ожесточенного боя выбили противника с одного из самых укрепленных участков промзоны, расположенном в одном из промышленных строений АКХЗ, и в данный момент проводят операции по закреплению на данном опорном пункте. Как уже не раз бывало, для успешного выполнения задания наши отряды использовали не только свои боевые навыки, но и особенности погоды данного времени года. Дождь и низкая облачность помогли согнать немца с насиженных мест, которому не помогли ни численное превосходство, ни хорошо укрепленные позиции. Натовская дальнобойная артиллерия не смогла вовремя прийти на помощь противнику именно из-за плохих погодных условий. Также свою роль сыграл факт, что наши танкисты наварили на свои коробочки дополнительные броневые обвесы, которые выдерживают несколько попаданий к ряду, что делает абсолютно бесперспективной работу по ним операторов FPV-дронов и птурщиков противника. В результате такого числа сведенных воедино моментов враг отступает с тяжелыми потерями. Тем временем боевые части России, работающие с флангов Авдеевского района, продолжают штурмовые операции на севере и юге. Продолжаются бои в селе Степово-Петровское. Наши штурмовые отряды выколачивают противника из населенного пункта. Враг сопротивляется, направляет на подавление наших групп бронетехнику. На следующих кадрах именно такая ситуация, когда наши штурмовики были прижаты огнем Брэдли, как раз в Степово. А наш прилетевший боевой дрон прекратил мучения экипажа бронемашины по выдавливанию нашего отряда из села. Также по количеству уничтоженной бронетехники с крестами можно судить о тяжести боев, которые ведут наши парни. В СУ лихорадочно пытаются выправить ситуацию в свою пользу, перебрасывая личный состав и бронетехнику в Авдеевку с других направлений. Но и здесь сталкиваются с противодействием погоды и особенностей местных почв. И когда сводный отряд бронетехники, состоящий из образцов западной и советской промышленности, попытался пройти к Авдеевке, то прошли только танки СССР категории Т, а все хваленые западные леопарды и прочие представители семейства кошачьих безнадежно увязли в дорожной грязи, вереща об эвакуации. На фоне всех этих событий, Киев уже морально готовит авдеевский гарнизон к тому, что в плен сдаваться не стоит. Дескать, россиянам отдан приказ в плен никого не брать. Выскочить из закрывающегося авдеевского котла частям ВСУ тоже не удастся. Заградотряды, состоящие из членов НАЦБАТа Кракен, не дадут. К слову, в западном медиапространстве уже вовсю бьют тревогу, сравнивая Авдеевку с Бахмутом. И если, по их словам последний, наши ребята из Вагнера штурмовали целых 11 месяцев, то операция в Авдеевском укрепрайоне началась всего месяц назад. И уже такие впечатляющие результаты по потерянными ВСУ позициям. Теперь вот и как Сахим. Этот факт заставляет Запад трястись от возмущения и негодования. Сам ОКХЗ, занимающий свои промзоны целую треть Авдеевки, является очень весомой частью данного укрепрайона, являясь как бы несущей стеной в Авдеевской квартире. И если в результате наших штурмовых операций эта стена будет снесена, то завалится все строение обороны, похоронив под собой всех захистников. Незалежности. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально, а потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублируй в телеграм-канале видеоконтент с ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь.